всем привет новый виток диалектической спирали в моей жизни уже настал вы хотели недорогой автомобиль будет вам недорогой автомобиль а выбираем мы и чему выбираем вот мне достался ford focus либо же golf 11 года из разряда недорогих бюджет какой там бюджет 8 тысяч 8 тысяч долларов это последний из магикан но будем искать в общем прилетело мне вот такое счастье это для тех кто говорил что у нас я не занимаюсь принципиально дешевыми машинами вопрос другом у нас все вот эти вот сделки они дозируются в таком хаотичном порядке и рандомном я бы это так назвал и вот мне попалась недорогая машина встречайте ford focus и так итоги дня вчерашнего почему вчерашнего нужно наступил следующий день к смотру было 14 автомобилей 4 из которых киеве и мы не посмотрели ни одного сейчас поясню почему значит первая машина на только через 5-7 дней приедет в киев непонятно из-за погодных условий продает ее в моем понимании перекуп но такой лояль не назовем так вторая машина это также ford focus находится в киеве продает собственник но это стопроцентный перекуп я часть разговора вставлю видео для того чтобы было понятно почему ее продают перекуп 3 автомобиль тоже продают перекуп машина была пригнана с германии в ноябре прошлого года вот только недавно она поставлена на учет и на вопрос связи с чем ну конечно же в связи с ремонтом то есть при тараканили ржавый автомобиль покрасили ему пороги ну говорят заменили но перекуп вряд ли будет пригонять автомобиль для того чтобы поменять пороги и при этом при всем передние крылья у него уже ржавеет и заднее правое крыло она тоже была травмирована поэтому мы эту машину отсели потому что ну кузов это дорогостоящая хрень это самое ну можно сказать дорогое что есть в автомобиле это его безопасность двигатель коробка ходовая это все делается делается быстро и пусть дорого но быстро кузов тоже делается но кузов делается долго дорого и как показывает практика с наплывом америки в нашей стране это тупо ненадолго поэтому этот автомобиль мы оставили в покое и четвертому гольфу мы не дозвонились но я так понимаю что парень где-то на отдыхе потому запятая что он не заходил на сайт объявлений с прошлой пятницы сегодня уже среда то есть его практически неделю нет может быть поэтому мы к нему не дозвонились вот какие-то такие итоги между тернополем и на франковском житомиром черкасса и школа обоедем мы сначала в канев там вроде бы по предварительным данным живет самый живой автомобиль но с него и начнем 19 у нас чего сейчас февраля ford focus и сразу по покраске но я не видел элементов того чтобы она действительно где-то красилась отнималась я предполагаю что снизу он уже будет в некоторых местах ржавенький есть надежда на то что от него осталось декородная сейчас посмотрим парень сказал предоставить документы пока читается двигатель запустилась машина хорошо сейчас у нас минус 9 на дворе пока никаких прецедентов на то что она крашеная 9380 здесь вот моменты видно что она слегка подкрашена такой штукой как типа лак для ногтей машина не готовлена машина в использовании она практически каждый день у к каждый день до паре на дежурстве наверно на не используется но так здесь тоже все ровненько красиво также каждая дверь она не ржавая снизу я уже приблизительно прошел просмотрел крышечку по самому подкапотному пространству турбина сказать чтобы она уписалась нигде не вижу я чтобы она по крайней мере сейчас стекла а так а так а так мотор не мылся мотор чистенький болты у него тоже родные стоят болин слетела пока я ходил не хорошо ладно запустим заново были там я видел три ошибки по без вот активно они или нет сейчас посмотрим но быстренько читается документы с германии далеко-недалеко а вы разумеете что зараз при постанове на облик той кто с крутые 17 тысяч гривень воно в базе в томожене и а зараз ну це может быть прецедент декраницы этих огляд цей технической карты самого автомобиля вот в том папирцы дуже багато написано цину и цикаго но я бачу багато помилок це самое с працившим аккумулятором лампочка права была непрацьовано в стопе до датчик лямбда зонда пише шо у него сама спиральна кала не працюю ну тобто він там с педе гривом и педе гриву нього не працюет табто він відпрацьовую але ну датчик лямбда зонда він працює при температуре близько 300 градусів он правильно читаю все лампочки отрабатывают спиральки работают все стрелки у него работают ну в общем кузову не не крашены но я уже понимаю что снизу там местами будет ржавчина по двигателю активных ошибок это лямбда зонты иногда залипает там воздушная заслонка но воздушная заслонка сейчас не активная лямбда зонду не активный остальные ошибки у нее по просаженному аккумулятору и в принципе видно что корректированный пробег но парень сразу сказал что на таможне мы его накручивали потом возвращали обратно поэтому правда здесь не не совсем понятно есть на него куча немецких документов но нету декры такая техническая карта автомобиля то есть на машине есть наклейка о том что он есть в принципе ее нету состояние кузова у нее очень неплохое на задних арках у нее чуть-чуть начинает лучица арка на задней левой и краска на арке вот но она не ржавеет потому что она оцинкованная легкая коррозия там есть на возле болтов под капотом на внутренней части капота предполагаю что снизу в общем ничего криминального мрачного я по ней не вижу это которая в каньеве а я тут дайси касси стакада что за на тебя тоже интересно яс я зараз скажу то кто ну еще вин скажет дату и не будет точно интересно ну зараз я не кажу что прям зараз поехали зараз пытаясь чим можно ли вот сезону не ржавая таки обещали так подранный задний ну да вон как тоже совсем чуть-чуть глушитель еще не дурявый но уже ой уже уже там счастье слегка только вот беда этого кузова что он уже в некоторых местах совсем чуть-чуть начинает корродировать особо ничего не не писается так амортизатор у меня сухие вон эта штука которая уже получилась краска с той стороны такого не с этой стороны тоже чуть-чуть начинается но не так то есть тут еще краска не поотлучивалась от она еще раз акцентирую внимание что вот сзади вот здесь вот совсем чуть-чуть начинается ржавчинка слегка зачепили бампер очка так в общем то в общем то очень даже неплохой вот если присмотреться вот здесь легенькая вмятинка от каких-то дверей а так в общем то неплохо пропаленное сидение это единственное сидение которое имеет дефект из той стороны его не увидел но сейчас зафиксировал автомобиль вроде бы и неплохой но как всегда классика жанра первая машина хочется посмотреть что-то еще потому что наверняка кажется что будет лучше окей едем смотрим дальше черкассы что-то из тех пор кто-то черкассы 19 и февраля следующий ford ну такой честно говоря то есть мотор парни говорят типа немытый не знаю слышно не слышно ролик натяжной ремня буксует и у моих какие-то истошные умирающие звуки по кузову парни говорят что у нее не крашена ничего за исключением задней левой арки потому что у них там всегда беда по факту могу сказать что виду машины такой ну слегка удручающий ну пока действительно покраски кузова я не вижу у нее я уже увидел что отнималась задняя левая дверь вот здесь видно легкий переплыл вот очень легкий может порог красили нет не красили по состоянию салона руль ну такой рассыпающийся здесь из то что не 200000 все лапша на уши народа у него салон такой под под очень уставший педальки ну педальки за такое дело вот по затерта рассохшийся уплотнитель но еще не умер еще как-то висит не держит як вы думаете скільки таких машин же побачил и вот за перше что не тримая на цьому морозе а першому дивилась а в минус 21 крышка в нее не отнималась накладки ушла накладку страну потерянных вещей внизу вот есть масло есть фильтра но это нет не для этой машины эта машина останется без замены ё-моё ночи сломается она примерзла все не рушина не надо внизу лежит какая-то штука чтобы не гремела декадка легкие грибы уже растут крышка не ржавая впрочем как и вся машина лейба умерла ну да как обещали слегка слегка просто пока ладно на подушкой на месте живет кого-то уплотнитель и вот так поджимать надо тогда он будет плотно держаться что сейчас раз разогнулся и как карандаш стакане болтается слегка поврежденное сидение если она не крашеная то может быть она просто от другого автомобиля нет она крашена ну смысле тоже переплыл пошла то здесь не только арка еще и дверь цепанули с проемом аж вот так передували до молдинга стекло не оригинальная но не и и я думаю наверное все потому что есть машины лучше машина в худшем состоянии пока того что вы видели ну я очень сомневаюсь у меня 200000 у нее крашена с правой стороны не только арка еще и двери двери снимались плюс зацепленного бы проема и сверху аж боковина на часть крыши крашена подшипник у него на натяжном ремне уже свистит заявлено 200000 ну там я реально понимаю что не 200 думаю у нас есть лучше вот поэтому поэтому поехал и дальше парни пасибо полетели мы дальше пока 19 февраля я эту машину еще не смотрел потому что уже темнеет поэтому сейчас мы сразу ее глянем двигатель работает красивенько машина ну по крайней мере по зазорам то что я вижу везде нормальная красивая а в чехле он давно сильно затертый а можно подавиться на скейте ну да такое зазвучай своим заемом сразу их выкидываю но вы купуете автомобиль 35 сотки в автомобиля c безпека тут помилок набагато в блоке бесси все вон и не активнее все связано с просадкой аккумулятора коли не добився бо мало часу задняя обогрев не працюе так пока только арки сейчас посмотрим здесь на здесь тоже крашены по салону она кашу же тему нифига не видно будет на камере ну так ничего салон хорошенький так тут двери не отнимались тут все стоит проемчик у нас 75 трошки пускай сажу через турбину где-то вы что на вот грязненькая а так в общем то целенький особых соплей нету слегка а интеркуллер сопливит вот здесь вот мотор мыли не так давно но все равно мы летом ролик не слышно чтобы свистел но мотор в принципе работает нормально звери здесь не жили как-то так ну пошел его дальше читать неплохая но 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 надо больше чтобы увидеть заехать на 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 иску так она очень аккуратно и очень красиво по вот этой беленькому фокусу ну с него тоже ничего не дымит машина порует легкие выхлопные газы из-под капота идут где-то не 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 могу понять девушек но нифига не видно вот говорит что сажевый фильтр он не выбивал что он целый мы сейчас посмотрим по конденсату с выхлопной трубой он идет или нет но так очень-очень нарядненькая здесь какая-то штука стоит да а подъемники тут уже закрыты тут нужно два из кого заехали на закрытый я уже заехал на эстакаду чтобы поставить какая-то железная хрень типа замочка у меня есть и 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 кружев себе шарова предложил и ценафига massive tau класна защита а можно трошке проехать парэт нет кончика очи задние частина автомобиля так о принципе наверно можно выпускать меня кузов у нее не ржавый кузов у него целенький но мотор в разных местах он уже сопливый тут либо задний сальник коленвала либо же первичные коробки между мотором и коробкой чуть-чуть течет, потом сзади и сверху я защиту не снимал, потому как тут на яме сейчас смотрим, но сверху он тоже припотевший такой ну так нет невыполнимых задач иногда есть только ограниченный бюджет а так все остальное если откровенно я сомневаюсь, что здесь 230 но машина очень ухоженная да, он и продавленный и протертый, то есть тут я щупаю, что там откровенно дырочка но по технической части здесь дофига вопросов видно, что не отнималось багажник у нее не поцарапанный все-таки, не сильно что я могу сказать, кузов у нее классный а дальше придется чуть-чуть в нее еще засунуть денег но понимаем, что какое-то время она еще будет нормально бегать но пробег это не ее для того ценника она классная але ей краще гаразд, дякую, что приделил увагу фотографируется ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу вольво xc90 подготовленный назовем это так номера уже полустертые аккумуляторы кб ухты полиции ничего себе что тут столько делается кого-то кого-то влупили на шотор становимся и смотрим итальянские машины чем не нравится не под нищу все сухие там и точки ржавчины не будет как бы это не это север италии наверное судя потому что она в нем зазорах все красивенько я видел много итальянских машин беда итальянских машин заключается в том что не паркуются по звуку но я смотрю что она хотя бы вот так издалека в зазорах класс ладно сейчас летние колеса на нее есть не растрощенная побитая смысле где-то кто-то забыла ну да не я не вижу чтобы ее вскрывали без ключа потому что в зазорчиках она хорошо стоит стекло здесь меняли или там стекло меняли здесь или там было окрасилась у нее здесь тоже красота такой до обещанный пропаленный салон ну в смысле сидение имеет неаккуратное использование смотря на то что тут пожмак она не могу сказать что она в сопли просевшие пластик не растрескался здесь не зачуха на сейчас поставлю чтоб читалось так ход выполнения пусть она идет а вы ее здесь чистили или нет нет не чистил я своим только обычным читал или ничего нету не отдала ничего подушка как минимум присутствует ссылочки на ней есть хотя так не принято называть кстати да очень приятно работает так пока в карман а там разберем так работает он тихо но но четвертая форсунка отрыгнула почти сухо почти комфортно слегка только я так понял турбинки скоро будет плохо а так так очень не она не будет но масло нужно начинает пускать так сейчас мы дальше про читаем а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Подготовлена, неплохо, да и в принципе выглядит она очень хорошо. Руль у нее не крашеный, работает двигатель нормально, но уже блок ругается на четвертую форсунку. С учетом того, что на механике очень легко корректируется пробег, утверждать, что это ее... Неплохая, скажу так, неплохая. Сказать, что это удрочь, ну точно нет. По сервиске сейчас мы ее полистаем. Я в принципе особо им не верю. Есть возможность на нее снизу посмотреть? СТОшечка какая-нибудь. Сейчас найдем. Окей, давайте найдем. СТОшечка какая-нибудь. Лилибак, солярочкой попахивает. Так, тут хорошо, ржавчинки вообще нет. Красавчик! Так, по самому порогу. Чисто так, как и предполагалось. СТОшечка сзади сухой. Именно очень красивое днище. О, красота! А где бампер собирали? Можете сразу претензию чуваку предъявить. А можно хотя бы монтировочку послушать, что все-таки здесь стучит? Потому что по ямкам едем, погрюкивание. Я помацаю, дайте монтировку. Да, сам наконечник. Вернее... Наконечник или тяга? Тяга, 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 тяга. Или наконечник? Тяга. В принципе, все. Можно собирать ее. Среди просмотров. Посмотрим, сколько машин, наверное, E6. Ну, вот это вторая, которая действительно достойна внимания. Хотя я понимаю, что есть по ней вопросы, но не так дофига, как может быть. У меня есть легкие сомнения по поводу сервисной книжки, по поводу честности пробега. Но мы понимаем, что дизель, он ездит долго. Но я и доказать не могу, что он корректирован. Потому как где механическая коробка, там очень легко корректируется и всякое такое. Но машина классная. Пока спасибо. Если важно, могу перезвонить в любом случае о его решении. Ну, это, наверное, уже завтра будет, потому что сегодня мы целый день в пути. Я понял, вам еще туда и сюда. Все. Да, посибочки, полетели мы. Доехали на заправочку за Житомиром, потому как до Тульчина нам не доехать. А Тульчин наша следующая остановка. И, короче, по этому же Томирскому я не верю, что у него 195, хотя машина очень такая, не неплохо подготовленная, живой у нее очень целый кузов. Очень хороший кузов у нее. Но есть вопросы по турбине, есть вопросы по мотору, есть вопросы по ходовой. Завышенный ценник, там 8900 ее озвучили. За 8 типа с половиной ее дадут, но такое дело. Едем дальше, потому что еще один автомобиль за 200 с чем-то километров отсюда в городе Тульчин. Завышенный ценник, там 8900 ее озвучили. Завышенный ценник, там 8900 ее озвучили. Заявлено, что вот это крыло крашеное. с легкими элементами шпаклевки где-то здесь у тут она была причала надо капот також фарбовал и капот також фарбованный ну я скажу так она фарбована майже вся заднє крило фарбовано двери також зі шпаклево ну тобто вони фарбовані 700 це майже миллиметр ну типа не багато але сам факт є плюс капот норма це десь ну 130 140 а він вже подвійний окрас має якщо є бажання можете самі пройтися я не понимаю він не сказав що не краще на нічому 130 140 це норма в прийомах ну біля ста вон він буде а по факту ну тут трошки трошки інакше то таке а чого на сигналку встала чи що це було чого вона білікнула то це що получается вона підкрашена чи як чи вся крашена обидва крила капот вся та сторона і оце крило так я думаю можете вимикати запалювання ну в общем машина практически вся крашеная за исключением левых дверей парень об этом ну удивлений у него искренне то есть он красил только левое переднее крыло и правое заднее имеем крашеный капот и с правой стороны две двери тоже крашены шпаклівка здесь есть местами заднее левое крыло у нее тоже крашена состояние у него классное но это нормально ну как ненормально то есть вот эти вот арки они часто у фордов заболись до новин лужонный кузов казав шовин лужон неверно я верно казав алес одно фарбовано по салону салон очень не очень неплохой значит так крышу потолок у нее чистенький сиденье у нее ну как минимум не прокуренные аккуратные парни подсказывают что они не курят просаженности нету легкая замятость на самом сиденье есть но на присуще каждому автомобилю сказать что он затертый ну нет не затертый руль у нее даже в некоторых местах он не зазеркалена еще просматривается тиснение здесь документы все мультилок стоит противогонная система на заводе все ставилось азвитки вона пригнана в на в киеве бралась она не пригонялась она бралась а то то она на месте да все бумаги и сервиски паркувальный радар устанавливався на тему на и тянь мультилок я тоже устанавливався спортивные форсунки я поставил спортивные форсунки сюда чтобы меня к питанию вы приборку не снимали мать на увазе торпеда саму ну просто якщо цікаво до кей не поставил у нас люди видно шоих шои знімали не не зламана показую шои знімали саму панель оттягивали але подушка сама присутня не ничего не відломано да не нервуете ви так срабатывал преднатяг вот этого ремня я до цього електрика як заезжав він мені стоїть сторони оце де фишка в дверку поняли пробіг це її не скручений не нормально в рулевой колонке подивився не є декілька місяць але а що це таке общее расстояние 153 800 787 километрів я скажу так не схоже що вона кручена якщо заморочатись скрутити можна аж десь вставили десь у вас коти поруч живуть помітили нигде не вирізали ничего а я понял да это мне показує шо клапан красиво сделан так же как у меня в середину в лючок в бако вставлен и баллон ну кстати можно было больше поставить это баллон это баллон с одной стенкой они с двумя есть собой но это не не хорошо не плохо это просто констатация фанат 34 литра крышку вы снимали че крышку да так вернемся давайте я сначала начну здесь не крашеного это крыша и левая сторона дверей видно в системе что был нарушен контакт по правому пассажирскому ремню безопасности вот парень говорит ездил к электрику снимали разъем потому что где-то на что-то там контакт перестала плюс в дверях делали динамик вот сразу сразу вот это вот десе и внизу можно подавиться зараз и строчечка якась да можем сейчас поедем посмотрим и потом наберу еще раз вот это все эти штуки все группы цепляет а я не знаю что цепляет я бачу что-то сигнализация и вот перебитый провод и тому воно само стоя на сигналке воно десь была быта я не бачу там клялися божилися не ну клялися божилися я ж я показал правильно но мы же не занимаемся так как вы я же не хочу что вы там пизлок зробили че что зроблено классно но и поехали так поехали так а лешка то вы едите а тоди позвонишь за мене что я буду с вами ехать с вами ехать а чё не я хочу хочется можете туда-то можете сюда и байдер жить как 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 и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну дивіться, ну я до того, що в неї дійсно був ремонт, бачите от зажими від стапіля, коли машина стоїть на стапілі, її ставять на стапіль, зажимають і з тої сторони відповідно також, і потім її рихтують, фарбують, ну я до того, що вона була в ремонті Вона не тільки фарбувалася, вона ще ремонтувалася, щось в неї тягнули Ну а інакше нафіга на стапіль ставить Ну тягнули, мається на увазі в кузові, щось витягували Де зараз спробуємо подивитися Так, тут все красиво, а парктронік, де ви кажете, вам ставили так? Що, що? А? Парктронік ставили там, де він машину пітряв, це не я ставив Ну такоє Провода, ви бачите, висять на цих, ну не дуже красиво, ну не погано, якоїсь шляпи дуже страшної нема, але Я можу приспустить защиту, я сам відкручу Мені цікаво подивитися на аленжерони знизу У вас, до речі, диск кривий, ударений, погнути, бачите? Оце, оце, да Шаровий він казав, одну міняв Ой, стойки взагалі аж свіркають Та я ж поміняв їх Ну да, ви казали Так, і тяжкі стабілізатори я поміняв У вас, до речі, не повністю супорт прилягає, бачите? На тормозах Ну, супорт, да, тормозні колодки не повністю прилягають А мені казав, що треба передні колодки міняти Ну, бо тут такий, дуже великий виробітка Ну, тобто, де їздять колодки і треба вже міняти диски Ну, не течет Двігатель при нами класний Ось, смотрите, передня части Ось, рифтована, травмувана Бачите? Оце загнутое все Ось тут пожмакане Ось витягували його, да А тут що? Тут нормально? Тут краще, тут нічого не бачу Але в ліву сторону воно трошки так Значить, що його кольця був, да? Так, і оце замазане герметиком Так, він ремонтований з самого жерунна Значить, тут нічого страшного ж немає, я так зрозуміло Чи є щось страшне? Ну, чи є страшне, це треба загнати на розвал його і подивитися Ну, я два рази роблю з кольця То класно Бо я завжди на літо і на зиму завжди роблю з кольця То ідеально все з боєм Плюс, дивися, там кріплення зламано От на стяжці стоїть сам В мозгі Оце? Стяжка, да, бачите? Там кріплення зламано Ну, типо не страшно, але я констатуємо факт А защита дуже класна Тище півтори, напевно, стоїть? Може навіть більше? Тище 70 чи 1080 А двигатель, коробка Ні, тут класно все Ні, тетя ніби нічого Ні, де не бачу, що потеки були Відносно цього тут класно Так, так, зараз все дещо Так, тут все Тут все дуже добре Зараз, збираю назад Ну, тобто я не помилився Ці сліди кажуть, що вони тягнулися І тягнулися, а воно попереду Вони на ці штуки його ставили і ті порівняли? Так, так, воно ставиться, зажимається Такими зажибами стапіль І потім ципами його тягнуть А це його, щоб він був зігнути Так, він був зігнути, бачите, от Ну, якщо за дротиком подивитесь Оце гармошка, оце Ну, тобто воно вирівняно якось Оця площадка нерівна Тобто сказати, що воно і повний Аліс, ну, ну не Але травмована вона була Збираю назад Так, тут на живі Тепер з іншого боку Музика Сам Amber Музика Далі Авційсь Музика все уже 100 закрывает да экземпляр хороший но жалко нет нет ничего не отрезали просто вытягивали переднюю левую часть тут есть на кузове следы от стапеля я человеку показал если это действительно 5 лет назад было то вроде бы какие окей но так лет это придется на слово верить человеку тут уже не моя зона ответственности давайте так если если есть это интерес машине сейчас будем узнавать крайнюю цену это да если же вдруг где-то хотя бы чуть-чуть не стоит лучше лучше скажите об этом сразу что потом не было горестно потрачено время деньги на на все это мероприятие вот ребята мне глаза открыли я в шоке вообще я красил только передние левое и заднее правое крыло они говорят там там подкрасы и вообще в шоке даже показали мне приборы это что там показывается это все я пять лет назад ее покупал киеве ну вообще так чисто случайно так но повезло ею купил и где-то человек мне говорит что она целая идеальная все там вопросов нет мы купили женой нормально все ездили все нормально вот это что подкрасили и лобовое стекло мы поменяли там действительно была трещина что никаких нюансов там не было вот это мы поменяли все все что сделали вот и в субботу я поменял передние стойки поменял и сегодня тяжкий стабилизатора я поменял вот даже новая да вот еще даже еще даже не в грязи я там слышно нормально алексей алексей два комплекта резины по машине все есть если нас устраивает я просто с америкой заказал машину ну хотя бы там чуть-чуть еще что-то накиньте приезжайте забирайте 277 приезжайте забирайте на это все и вам скидывает пусть уже так будет резину все там даже отдам те стойки что они у меня новые стоят и даром поменял стойки мне нужно было поменять опорные подушки и подступники алё я вам скину видео вы все посмотрите и завтра с утра уже созвонитесь я понимаю что эмоция классная машина но вам это надо увидеть сначала уже чуть-чуть ослаивается герметик то ли это дела предыдущих лет до сейчас дмитрий даю слово вот отец возле меня отец говорит если вы для тебя берете забирайте символы да да вы думаете так все если для себя как говорят буряты день ночи умнее у нас утро вечера мудренее поэтому поэтому ну моя рекомендация сначала видео посмотреть а потом я за сегодняшний вечер он точно вряд ли продаст потому что сюда во первых надо доехать по растаявшей дороге которая ушла вместе со снегом вот мы 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 ехали на час больше от того что я накинул еще час здесь судя по номерам что здесь три восьмерки здесь он я думаю оставит эти номера себе и здесь будет сохранение дела с ближайший сервисный центр 300 метров а я понял это в тучин придется ехать но это нам придется еще раз встречаться вы с одессы я с киева цена мира я ставлю на сохранение другими номерами не ставлю типа тайными даже если люди на прийти даже если люди на прийти и что вдруг чуть-чуть там ну в будь-якому разе сторонник прямого переоформления бу я че не я кажу что на людину сразу переоформляем да я ставлю на друге номера и переоформляем сразу на людину я думаю что сегодня напевно дуже вдячний за приделену вагу дякую все на телефоне а и 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 мы вышли с вокзала налево у вас с правой стороны патрульная машина е едите еще вперед здрасте доброго утра за то классно права дома забыл ничего страшного езди приложение нету приват банк моно банк есть привод замечательно ставим приложение dia заходим туда из под приватбанка на автоматом потянет ваше водительское удостоверение то есть но это в попыхах волнениях выскочил это единственная проблема пока едем дмитрий согласился рассказать свою историю то которая непридуманная сразу почему ford focus но я помню что был еще больше нового тем не менее почему фокус почему фокус складываю многие позиции то есть и по собой машину двигатель ну я для себя могу отметить что наверное здесь стало вариантом того что это все-таки оцинкованный кузов да и да это в первую очередь я так понял изначально надо было искать вот лежит душа к бензину значит значит надо было искать бензина то мы пошли по пути того что было основная масса машин это дизель или ошибаюсь совершенно верно а чем в жизни вообще в принципе занимаетесь какие увлечения на самом деле по по профессии получены самов начали моторист электрик а жизнь заставила дальше научиться всему сейчас возглавляю являюсь даже руководителем мастерской компании которые искатывают металлоизделия кузнечные художественные литье все проходит на самом деле все проходит через руки через такое же общение я понял если кому-то нужно какие-то металлоконструкции кованые вот есть специально обученный человек который может и контролировать процесс на любых этапах производства и посоветовать вот поэтому не реклама это просто жесть доброй воли ответ на то что дмитрий согласился выдать информацию себе скажем на что очень многие люди они как-то так не хотят почему именно этот потому что в моем понимании эта машина травмирована да она сделана хорошо на большинство людей не все-таки хотят целую машину почему именно этот вариант выбрали хотя остальные там тоже были подкрашены и этот подкрашенный но все равно почему этот пар по раздвало это может происходить многие себя себе позволяют привозить вообще битые машины пытаясь там с них вот самого начала вот хотелось не знаю зацепился глазом за 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 все характеристики и последние конечно капли которая была досадная ну вот там вот есть вот есть удары и ну блин удар удар он был небольшой и сделан он хорошо по связи с тем что есть на данке украины там иногда все такой трэш рассматриваешь ну я понимаю люди сначала берут битую машину и потом делают и видят результат я уже вижу результат того как она сделана я я уже судил от обратного но машина ну какая по-честному машина не имеет и царапин и ударов но царапин практически нет она очень ухоженная то есть у меня по опыту бывает и зима и сугробы и дача и отрывал бампер и так далее для этого и машина у каждого свой подход кто-то носит на руках туда у кого-то рабочая лошадка но здесь два в одном пытался найти и чтобы было надежно не на один день и уверенности в ней да и кузов то есть это было с чего начинать я напомню просто не помню говорил видео то есть эта машина по-моему 12-го года да? двенадцатый год у нее сто тридцать пять тысяч или сто пятьдесят четыре уже сто пятьдесят четыре тысячи пробега за ее почтенный возраст здесь второй владелец этого автомобиля причем он машиной последний владеет пять лет и для него было искренним удивлением того что машина была ударена вот ну и благодаря этому там насколько 8300 сначала было и финальная цена этого автомобиля 7200 то есть стоимость тысячу сто долларов на небольшом ценнике ну в общем такой вот ну и я считаю и всегда в жизни пытался видеть положительные стороны то есть если у этого момента положительная сторона это то что машина практически полностью обслужена то есть по ходовой замечании у него люди вкладывали люди видно у меня начиналось все с того что да хочу машину но у меня нету времени не звонить не выяснять я не компетентен в каких-то моментах каких-то вопросах я творческий человек я не нужно текущие и общение и придумывать и и рисовать и проектировать то есть возлагаются такие позиции на мне и одновременно еще заниматься подбором уж это наверно невозможно поэтому надо расслабиться отдаться профессионалом это сугубо мое мнение было расслабиться никакой момент такой момент кесарево как говорится это да он а 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 анализируем количество выхлопных газов в системе так мы сразу поймем если тут прорыв потому что состояние тасова ну такую друщающе вот если это сейчас крень поменяет цвет то здесь все плохо ну в принципе нет все нормально это просто жидкость умирающая мне не сказали что его менять надо его меняли менять и менять и менять и надо менять и треба ну я бы воно стало желтым цвет колером то мы маем разумнение что ему да на русском языке что ему вафли через четыре тысячи надо поменять и нас а местное событие ну в этом городе местное местный предприниматель буквально две недели назад купил новую машину в салоне а здесь ехали товарищи на шишиге ну газ 66 военный автомобиль и снесли ему бочину ну такой неприятный момент особенно когда новая двухнедельная автомобиля сорвали бампер и продрали ему бочину теперь это разбирается не знаю чем закончится наверняка сюда подключится там либо военная прокуратура либо еще что то понятно что страховка есть наверняка а если она военных ну хрен знает ну в общем такое легкое событие в городке да блин машина уже оформлена сейчас парень поедет в свою область я поеду в сторону киева вот такая вот была непридуманная история ну а с вами был николай тарануха киев компания один автор всем удачи на дорогах всем пока пока это что ух ты бы это будет бы как это вам лично от одесситов знак благодарности нашей поддельной работы в год быка знак богатства успеха упорности но приносящий только благо спасибо чтобы он служил вам упорством и стимулом спасибо очень очень большое спасибо но все равно мы до ума не еще едем да а по-другому реагирует но можем чуть быстрее даже 80 комфортно да я думаю да окей пока едем привыкаем так спрашивал первое впечатление что-то не додумался включить камеру все пока неплохо но опять таки мы проехали немного тут километров 10 наверное погода классная дождя нет снега нет все уже растаяло пока прикольно настроение классное единственное что очень много времени провели в самом сервисном центре ну как много по сравнению с киевом много и это с учетом того что не везли висла база в общем 4 часа оформления и мы едем в сторону домой дорога такая что как раз проверять ходовую спросил включить ли что-то нет ничего не гримит ни тянет не гримит т.е. просто погладывает все отлично а а а а а а а а и а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok